Всем не рекомендуется, педиатр объяснила, когда все же нужна проба МАНТУ. Проведение пробы МАНТУ не рекомендуется всем, ведь подобная диагностика детей, не принадлежащих к группам риска, не целесообразна как с медицинской, так и с экономической точки зрения. Об этом рассказала в Инстаграм, педиатр из Харькова Дарья Власенко, слаясь на официальное разъяснение от Минздрава. Что нужно знать о пробе МАНТУ? Пробу МАНТУ проводят перед прививкой, БЦЖ, детям, старше двух месяцев. Прививка делается, если результат пробы МАНТУ был отрицательным. Малышам после рождения, и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза, проводятся беспредварительные пробы МАНТУ. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная, многие люди инфицированы микобактериями, поэтому значительно эффективнее в преодолении этой болезни. Охват вакцинации, БЦЖ, новорожденных. Профилактика туберкулеза среди групп РИСКО, из-за диагностики латентной туберкулезной инфекции, ЛТБИ. Назначение профилактического лечения туберкулеза, ранее выявление больных туберкулезом, и своевременное назначение им эффективного лечения. Согласно современным рекомендациям, пробу МАНТУ следует обязательно проводить, для взрослых и детей, имеющих такие факторы риска развития туберкулеза, как Контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением. ВИЧ-инфекция. Потребность в трансплантации органов или костного мозга. Силикоз, заболевание человека, возникающее при длительном вдыхании шахтной пыли, содержащей свободный диоксид силиция. Позитивная проба МАНТУ, не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом. С полученными результатами, следует обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту. Вас проконсультируют и при необходимости направят к фтизиатру. Педиатр отметила, что если вас заставляют делать пробу МАНТУ, покажите приказ от Минздрава. Как мы ранее писали, педиатр озвучила список, самых опасных игрушек для детей. Кроме того, врач назвала опасные симптомы гриппа у детей.